Сейчас будет несколько простых примеров, как можно разные задачи друг к другу сводить. Сначала совсем лучше. Вот у вас есть задача Акликия, а еще бывает задача о независимом множестве. Задача Акликия может быть сведена к задаче о независимом множестве. Независимое множество — это, наоборот, набор точек, вершин в графе, которые друг к другу не сведены. Никакие две не сведены? Да. Никакие две друг к другу не сведены. Ну, как это можно сводить? Рассмотреть дополнительный граф. Да, конечно. Можно перейти к дополнению к графу, а важно не забыть, что вот этот вот хан оставит тем же самым. Граф переходит к дополнительной графу. То есть вершины те же, а ребра, где были, там нет. Да, вершины те же. Лебра, где были, там теперь нету, а где не было, теперь есть. И вот этот вот хан размер точно такой же. Значит, хан, хан, размер просто остается на месте. Ну и видно, что тут даже на самом деле больше получается, да, что тут не только тут есть независимое множество тогда и только тогда, когда тут есть клика, но и прямо-таки вот это вот, то самое независимое множество, которое тут есть, оно же будет... крика и вот здесь вот. Вот это тут, тут этого не требуется, но это так получается, так почти всегда будет. Это довольно трудно построить пример, которого такого эффекта не было. Хорошо. Следующий пример чуть-чуть сложнее, но тоже легкий. Это задача о вершинном покрытии. Сейчас нужно написать, что это такое. Вершинное покрытие – это набор вершин, таких, что у любого ребра, хотя в один из концов в этом наборе есть. То есть тут множество G, давайте я пробую букву, использую M, значит, что существует множество вершин S, значит, размера M, значит, такое, что у любого ребра, хотя бы один из концов S, ну, в общем, тут тоже довольно простая сводимость, тоже нужно перейти к дополнению, но не в смысле графа, а в смысле множества вершин. Потому что верно следующее. Если у вас V – это немножко вершин, вершин графа, значит, тогда верно следующее. S – это вершинное покрытие тогда и только тогда, когда дополнение V без S – это независимое множество. Смотрите. Ну, так понятно, почему. Ну, давайте я поговорю. Если есть вес вершинное покрытия, то тогда любое ребро имеет хотя бы один кранец в онлеве S. Соответственно, если мы берем какие-то 2 вершины с дополнения, то между ними ребра вновь не может, иначе это не будет вершины для покрытия. Ну и наоборот, если на нас дополнение это независимое множество, то никакое ребро не может попасть в двойку концами в дополнение, а значит, хотя бы один конец окрашивать, чтобы был при ES, и значит ES будет вершин для покрытия. Поэтому ES покрытие – это для только тогда, когда дополнение независимое множество, Ну и, соответственно, в смысле вот этой сводимости нужно теперь граф оставить тем же самым, а вот размер отобразить в противоположной. Значит, тут сводимость вот такая. Значит, сводимость пара G и K переводится в пару G и K. Ну и, соответственно, здесь уже прям-таки ответ к новой задаче не будет ответа к исходной задаче, но нужно будет прийти к дополнению, это тоже простая операция.